Денис, поговорите о людьми. 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 Я сегодня ехала сюда на собрание. Денис, поговорите о людьми. 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 pitera авто, они не выполнили условия, потому что коронавирус. Нам их так жаль, а наших людей там не жаль. Да, да, да. Ну что мы битком вот так друг на друге и всё туда не влезешь просто. А детей вам не жаль, а питера авто вам жаль. Ваших будущих, кстати, налогоплательщиков. Да, это в vídeo Питер. Вы сказали, что в час будут собираться люди, обсуждать. Вы что для этого сделали? Вы кому-то позвонили, рабочую группу вы создали? Дайте мне выйти отсюда, собрать. Пожалуйста, мы встретимся в час, мы-то нас ждем. Вы сейчас здесь стоите, все равно ничего не решайте. Вы в каком формате? Как вы хотите встретиться? Так же вы? Нет, вот там, рабочей группой. Мы хотим встретиться в формате, где будут люди, которые что-то решают. Пассажиры тоже должны быть. То, как шесть человек, инициативная группа, у нас там входят с вами и пассажиры, и перевозчики, и общественники, правильно же? Мы не будем сидеть, но пассажиры тоже хотят слушать, будем ждать. Будет то же самое. Не будет ничего тогда эффективного. Не будет. Ну вы же знаете, ну вы же знаете. Слушайте, сидят, ждут, если они хотят, а мы поднимемся в кабинет. У вас могут в кабинете ждать. Они хотят здесь подождать. Почему у вас? Это администрация, это не коммерческая организация. Но вы же пригласили. Тут немножко разные вещи. Вы же пригласили. Мы не приглашали никого. Мы сами пришли. Мы не организаторы. Вы о чем говорите? Я не знаю вообще здесь этих людей. Вы о чем говорите? Вы устроили этот вред. Вы думаете, мы такие могущественные расы полгорода пришли сегодня? Вы о чем говорите? Евгений Александрович, вы сказали, что мы не даем вам выйти. Идите в кабинет, решайте. Идите. Вы для того, чтобы в час встретиться и что-то обсуждать, вы еще ничего не сделали. Никому не позвонили. Давайте не будем застревать на вот этих вот перепалках. Они ничего не решат перепалки. Согласен, что решают. Готовьтесь, пожалуйста. Готовьте рабочую руку. Пожалуйста, мы разберем. Давайте так. Люди хотят подождать. Но пусть они подождут. Не подождать, конечно. А мы сейчас. Мы сейчас. Мы с одним из того, чтобы нам нужно будет выйти, пить водички и снова зайти. А туда мы пускаем. Нет, давайте не будем создавать. Так же нельзя. Ну почему нельзя? Потому что ничего не надо. А временной вам нужно. Хорошо, пускай они берут нас в заложники. Посидим. Мы договорились. Вот изначально мы с вами договорились. У нас формируется инициативная группа. Вы даже объединялись с телефонами. Проговорили, как вы дальше будете взаимодействовать. Мы встречаемся. Так, я либо говорю, либо не говорю. Что за дела-то? Ну мы же воспитанный человек. А я, видимо, не... Сколь я на женщин даже повышаю голос. Так вот, давайте еще раз по такому механизму пройдемся. Люди хотят подождать результат. Пусть они подождают. Через вас они будут взаимодействовать. Как они узнают? Мы не знаем этих людей. Я понимаю, что мы с ним... Мы с ним... Подождите. Мы же договорились. Давайте по осенью, чтобы... Давай не пускай они готовятся. Мы сидим ждем. Пускай идут и ждут готовятся. Время идет. Мы сидим ждем. Готовьтесь, товарищи. Разогнать на руку у вас все равно не получится. Идите готовы. Рабочая группа в час встречается. Мы ждем. Евгений Александрович, если вы сейчас придете не готовы, значит, мы требуем вашей отставки. Идите готовы. Семь городов. Да. Вот это вариант. Вот это вариант. Идите. Вопросов пока больше нет. Так, еще раз. Еще раз. Ну, реально двери закрыли, чтобы народ в администрацию не зашел. Сейчас заместитель главы города по общественности не может попасть в администрацию. Созваниваются. Это вот боятся, боятся людей. Это реально боятся людей. Даже в присутствии сотрудников полиции, уже не говоря о том, что просто с людьми выйти поговорить. Позорище. В стране. Почему нет-то? Вы решайте вопрос. Вы решайте вопрос. Встречайте. Где глава города? Чего сидит в кабинете-то у себя? Не пойму. С Новохадским сидит в кабинете. Чего Новохадского-то сюда не ведем? Я понять не могу. Чего это прикрытие-то? Все мы знаем, что Москва дала указание провести эту транспортную реформу. Все все знают. Все везде все в открытом доступе. Что как куклы-то себя ведем, я понять не могу. Москва где находится? Мы-то здесь. Мы в Новокузнецке. Это наша позиция. Позиция людей. Это наш город. Это позиция людей. Сейчас люди просто, если выйдут на улицу, будут требовать. Они будут требовать отставки. Мы опять конкретно. Вот позиция сейчас людей. Не просто уже вернуть маршруты. А чтобы ответил, кто виноват в этом. Позиция людей вернуть в наш старый и знакомый маршрут. Старый и знакомый маршрут. И вот сейчас я разговаривала с людьми. И чтобы ответил тот человек, который должен за это ответить. Девушка, а кто подвел за это ответить? Кто должен за это ответить? А кто подвел людей к этому? Это геноцид людей. Это именно геноцид народа Новокузнецка. Это геноцид. Убрать три-четыре. Убрать три. Да потому что я на эмоции. Потому что я на эмоции. У меня ребенка пришлось бросить работу и ехать ребенка забирать с остановки. Потому что ребенок сидит, стоит в слезах замерзл. И не мог уехать. Вот сейчас все снимают. Вы ответственность на себя возьметесь. И не дай бог ребенок чей-то уедет куда-то и потеряется. Вы на себя берете ответственность? Что? Все? Сказать нечего? Вы там все жаловы уже. Ну давайте в конкретике. Я не то, что я буду. В конкретике я вам... Образность 70. Вот смотрите. Конкретика, конкретика. Все, которые... Его ничего не решает. Вот все, которые жаловы поступали. Мы же договорились, что мы. Все, которые жаловы в яйцо поступали, они есть у нас, находятся в общественной организации. Все до единое есть. Вот все есть. И по факту, и по факту, если не будет хоть и хоть, если хоть одна жалова будет не отработана, я вам еще раз говорю, проверка будет в ходе. Если по конкретному... У нас есть специальные контролирующие органы, почему тут все возмущаются? В смысле, что? Да потому что контролирующие органы не хотят работать. Не хотят работать. Мы ни одной конкретики не говорим. Как ни одной конкретики? Вы не слышите что-нибудь? Вы приводите примеры, не говорите ни одного конкретика. Да это бесконечно. Мы договорились в час. Все, в час. Сейчас мы что обсуждаем? Вышли. Да, мы договорились в час. Сейчас, минуя всех налогообложения, вы пытаетесь вернуть этих водителей. Вы не боитесь законодательства? Давайте выводы о нарушении законодательства. Это не выводы. Это есть именно разговор сотрудника ПАПа-1, который обзванивает водителей. Вы нарушаете законодательства, который не последствия ведет от слов главы города. Это что такое? Мы же не хотим слушать. Мы хотим, чтобы у нас жители ездили и стояли по 10 минут на остановке, а был интервал 3 минуты, как это было раньше. Питер или Капуста поедет. Жители хотят именно нормального движения. Питер или Капуста поедет. Куда не посмотришь, они стоят. Где видео не скинут, они стоят, просто не хотят ехать. Люди сами говорят, почему ты не едешь? Они говорят, я не хочу. Что за отношения к людям-то? Вы повернулись к нам в жопу, по-русски говорят. Не передом. Вы нас не слышите. Евгений Александрович. Послушайте нас, пожалуйста. Мы беспокоимся за своих людей. Мы беспокоимся за своих горожан. Вы куда? Вы нас продали? Вы куда нас продали, скажите? За что вы нас продали? Потому что водители ездят без выходных там. Я не засыпаю туда. Они ездят по 18 часов в день, потом идут, медика проходят по часу, потом идут на линию. И ничего, все смотрят ровно. А нас, медик, механик, их никто ничего не проверяет. Где ОТН? Почему не работает такой случай? К определенному числу, он по телевидению сказал, к определенному числу, если будет нарушение, это все слышат и скоро слышат. Но он, на начало октября, на начало октября, расторгнет с этой компанией. И неважно, какая выхода. Сейчас получается, что он просит жителей, потерпите, пожалуйста. Вы еще недельку, две, месяц померзете, но мы все отрегулируем. Но он же выступил и сказал, что он отменит. Это его слова. И второе, мы сейчас, Олеся Дмитриевна собирает, значит, инициативную группу, но я считаю, что маленько неправильно будет по отношению к пассажирам. Мы как-то вроде собираемся там, но мы забыли, что здесь не только предприниматели, не только там кондуктора, водители, здесь пассажиры в этом зале. А пассажиры, может быть, хотя не завтра решать через предпринимателей, а сегодня услышать какие-то уже готовые действия. Я считаю, нужно сегодня что-то уже какое-то обмечение. Дмитрий Александрович, я не знаю, что это все. Я не знаю, что это все. А с вами должны знать не только сегодня к вечеру, а именно сейчас они должны знать, как они поедут. А все они поедутся в банку за школу. Сейчас вы должны знать, а не когда вы там сейчас будете решать, что и как это будет выглядеть. У вас не прикрываться, не ждать про лес и непонятно какое. Самое обидное в этой ситуации, что задолго до начала транспортной реформы предприниматели города, которые отработали по 20 с лишним лет транспортной сети, они предупреждали примерно о том, что сейчас происходит в городе. Мы еще не знали ни о пандемии, ни о том, что автобусные заботы встанут. Мы говорили о том, что существует в городе, прислушайтесь к нашему мнению, существуют маршруты, которые нельзя отменять. Лично я говорила по тридцать пятый и тридцать пятый А. И доводы приводило, что это единственное, потому что мы начинали их обкатывать, мы были разработчиками этих маршрутов. И мы тогда сказали, это единственные два в городе маршруты, которые не требовали обкатки. Люди, узнавшие через несколько часов, что существуют такие маршруты, уже битком забивались на второй остановке, настолько он был востребован. И человек, получивший медаль за транспортную реформу, почему-то решил, что он умнее в городах. И всех предпринимателей, и всех людей, которые здесь иногда выступали, это старые работники транспортных предприятий. Это Сычев, Нина Григорьевна Кузнецова возглавляла в свое время, как говорится, какой опыт. Мы сколько просили вас, обратитесь к опыту людей, к нашему опыту. И тогда вот эти... А сейчас, извините, не получилось. А почему вы в свое время не прислушались к тому, что мы вам предлагали? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Почему вы еще добавили? Хотелось бы еще добавить? Где так господин Новогаскета? Да, кстати. Где Витомин Сержувсвак? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хочется бы еще добавить? Почему он еще работает? Что неоднократно, неоднократно сам лично подходил к главе бырода, Сергей Николаевич Кузнецов, и задавал такой вопрос. А почему вот эти деньги, которые вы готовы заплатить Петер Афта, вы не можете сейчас платить муниципальному транспорту? Расширить, расширить и возродить имуниципальные. Еще не было торгов никаких. На аукцион только было еще поднисло. Почему не возродили муниципальный транспорт? Почему свой город в своем не вкладывает? Почему не можете ответить? А кто-то откаты может получать? Если вы не даетесь, скажите, что вы говорите, вы перебьете. Отвечать или нет? Скажите, пожалуйста, отвечать на вопросы или нет? Можем отвечать. Значит, сейчас вы подойдите. Конечно, там пандемия, места свои галитивы. Так, мы заканчиваем или мы дальше продолжаем конструктивно общаться? Олеся Александровна, вы можете решить этот вопрос? Пандемия в части организации пассажирского транспорта, городского пассажирского транспорта внесла изменения. Да, на самом деле, сегодня требование федерального законодательства требует организовать единую маршрутную сеть, требует организовать единую условия, все одинаковые условия для всех перевозчиков. И, значит, перевозки должны быть организованы только по регулируемому тарифу. Неправда! Подождите, дайте я скажу! Неправда! Дайте я скажу! Вы лжете! Вы знаете 220-й федеральный закон? Вы сейчас лжете всем! Они пришли в упадок, у вас нет конкретных! Вот здесь сидят люди, которые не знают каких-то тонкостей законодательства. Вы им нагло лжете! Олеся Александровна, городом, документами транспорта планировали городом, было принято такое решение, что... Вот городом было принято, городом! Вот сейчас вы правильно говорите, но не федеральным законам! А сейчас давайте вспомним все-таки про законодательство федеральное. Федеральный закон позволяет иметь маршруты по регулируемому, по нерегулируемому тарифу. Вы знаете об этом. И из-за ситуации в стране ряд городов отказался от каких-либо реформ, в том числе Питер. Но только Новокузнецк впереди планеты всей. И ставят эти три метра в мире! Скажите, пожалуйста, как нам ездить вообще с других? Вот не можем мы переездить, у нас не получается, понимаете? Вот раньше мы сели на один автобус, пересели, поехали там, доехали там буквально за 30 минут. Сейчас у нас этого не получается. Мы помимо того, что стоим на остановке по часу, плюс еще неизвестно, какой-то автобус подошел без каких-либо аншлагов, без всего, куда он едет, никто ничего не знает. Ничего не сделали. Здесь надо довести порядок, согласны? Так вы сначала можете быть, я не могу, а вы сначала приезжаете, а потом приезжаете. Все идет через пятую точку. Господин Новохадский, я хочу на него посмотреть. Можно вопрос по единой системе колец? Орджоникистовский район. Два маршрута, идущие в город. 345-й, это частный извозчик, который идет без ком, забитый уже с Абашева. Забирают Абашевку, Белые дома, Байдаевка, Новобайдаевка, Узнец и пошло дальше. Частный извозчик. 87-й маршрут, ПАП-4, который просто, как говорят кондуктора, а нас никто не берет, мы никому не нужны. Это другое предприятие. Трамвай, третье предприятие. Мы не можем пересесть из одного трамвая в другой, не заплатить. Мы опять должны платить. Мы не можем пересесть из 87-го в другой транспорт. Мы должны платить. Мы стоим на остановках в два раза больше. Мы едем по времени в два раза больше. Мы не можем доехать на одном транспорте до нужной остановки. Где плюсы, ребята? Ответите! Ответите! Я посвонила в администрацию, мне ответили по поводу этого. А что вы хотели? Так и будете ездить, ничего не изменится. Это нормально? Кто-то будет за 20 рублей, значит, у нас ездить. Это, ну, видимо, избранный. А другие будут ездить за 45. Нет, будет работать пересадисты. Когда? Будет работать. Будет работать. Когда? 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 Когда будет работать, люди сейчас хотят. Хорошо, оплачивайте по флипу, к Орженикинскому району, к Уймышевскому району, доплачивайте. На проезд людям доплачивайте. Не повозите вообще без плач. Пока у вас не будет отрегулирована вся система, доплачивайте людям. Посмотрите, в автобусах регулируемых тарифов, пересадочный тариф уже сегодня работает. Так, люди работают. Работает. Я не могу о чем говорить. Покажите, пожалуйста, человек, который просто пришел и вот этот вот тариф работает на другом автобусе. Нигде, нигде этого нет. А вы на автобусах ездите? Как разные перевозчики на автобусе. Как можно единая оплата быть. Вы объясните? А вы на автобусах ездите вообще? Давайте в собаке, с окном, в аржендецовский район. Дети ваши ездят? Никто же у вас не ездит, ни дети, ни никто не ездит. Вы рассказывайте нам, каком сегодня куче вы. А у нас дети ездят. Сейчас вот тренировки не ходят, потому что все, нельзя доехать. Потому что не знают, как вы на автобусе ехать. Конечно. А вы сядьте и поездите сами, поставьте машину, люди ладайте свои машины. Вы понимаете, да? Вы нас никогда не поймете. Вы из окна твоего личного, либо служебного автомобиля. А где Новохадского? Мы хотим увидеть Новохадского. Мы его только что видели. Хотим его здесь увидеть, сызре. Почему вы здесь стоите, обдуваетесь? И он только с медалью подходит. Кто-то будет на месте. Пусть медаль свою оденет, сюда выйдет. Пока наш мэр уложит, в порядке новохадки так сделан есть. Мы только с два часа готовы, не доводят. Мэр не чертит моего нового. Уважаемые жители. Смотрите, мы видим, вот, в плесне готовали. Давайте все-таки, вот, то, что мы определили, что... Нет, Евгений Александрович... А вы понимаете, что еще больше народу будет здесь потом? Евгений Александрович, можно минутку? Тихо. 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 Почему вы должны терпеть неудобства из-за того, что вы захотели транспортную реформу? Почему она должна пересаживаться? А если ребенок потеряется, на улице мороз, мало ли еще что-то, ни маршрута не продумали, недостаточно техники нету, ничего, вы ввели реформу. И теперь мы, жители, должны подождать. Почему бы вам не подождать? Почему бы вам не подождать? Это еще вопрос. Я звонила в справочную службу по поводу пересадки в течение 50 минут, на что мне был задан вопрос, а вы бы что, успели пересесть в другой? Это идеально! То есть, то есть, маршруты изначально построены так, чтобы люди, в принципе, не успевали пересесть в эти 50 минут. С одного транспорта на другой и платили две цены. И не было это. Мне хотелось бы озвучить именно мнение жителей. Вступало очень много обращений жителей именно к нам в приемную общественную организацию в течение 50-х классов. Вопросы о них жителей хотят. Именно на год вернуть старые маршруты, дальше, в дальнейшем постепенно везти не питерскую компанию, а возродить муниципальный транспорт. То есть, купить автобусы именно для муниципального транспорта. Деньги, мы знаем, что деньги немалые были выделены на это. Но мы почему-то посчитали, не мы, вернее, жители посчитали, а вы посчитали, чиновники, в своих кабинетах, запустить питерскую компанию, а питерской компании аннулировать торги и отправить обратно домой. Это будет законно! Это будет законно! Мы же сказали изначально товарищу Кузнецову, что предприниматели согласны поменять базики на более другие автобусы, по большей вместимости. Почему Кузнецов не отреагировал на это? А он заблокирован всех людей, всех людей в сетях. Всех, кто сидят. Он не отвечает. Он ни одному человеку не ответил нормально. Он просто увидел, что есть за запрос, и он уже в черном списке. Вот не просто, почему он этого не делает. Понимаете, что у меня нет, если не отдают работы. Можно еще минутку внимания? Евгений Александрович, вы сейчас только что озвучили, что муниципальные контракты вы расторгать не намерены. Мы понимаем, что можно расторгнуть, есть масса оснований для расторжения всех контрактов с Питеравтом. Поэтому мы предлагаем все-таки прийти к какому-то компромиссу сейчас. Часть контрактов должна быть расторгнута на те направления, где Питеравт на данный момент не обеспечил транспорт. Должны быть закрыты те контракты с учетом резерва, которые фактически транспорт есть. Остальные маршруты нужно возвращать. И к вопросу о дальнейшем, о том, что мы в среду намерены встречаться. Мы видим сейчас, что вы затягиваете эту ситуацию намеренно. До среды людям тоже как-то еще надо ездить. Поэтому предлагаем сегодня садиться обсуждать. Мы знаем нашу маршрутную сеть. Мы знаем каждый маршрут. Мы готовы сейчас сесть, обсудить и все предложения озвучить. Нам не нужно готовиться, как к Новохадскому вашему, который два года вынашивал вот эту вот бредятину, которая сейчас происходит. Мы готовы сегодня сесть и все обсудить. Завтра уже будет проблема решена. Маршруты выйдут, все будут заполнены. И люди поедут и не будут стоять по 30 минут. Можем я такое обсуждать, мы в Калинеге. Мы можем сесть вот здесь и за стол в переговорах. И присутствуют именно пассажиры. Что происходит здесь? Общественности накрепут, нулируют все тараке, вернуть предпринимателей на год. И в Калинеге годы, в Калинеге годы, вас родить муниципальный транспорт. Глава города еще летом собирал пресс-конференцию, на которой он озвучил, что ему не важно, кто выиграл, Питер или Юпитер. И что значит, если к началу октября не будет 341 автобуса, он все расторгает и возвращает все обратно. Это его слова. Вы еще не должны, представьте, чтобы вы раздорвались с ним договоры. Что смыслите, Светлана Николаевна? Защитница вы наша. Что вы сделали для народа? Да, вы что сделали? Киоски убрали везде. Она только смотрит твоими красневыми глазами, а есть больше не счет. Давайте так. Таким образом. Киоски все разрушили, малый бизнес разрушили, ленты, всякие сетевые магазины, столичные в городе, перевозчиков в 40-х предпринимателей. Это наше коллективное мнение. Нет, это наше коллективное мнение. А ваше какое мнение? А вы же были игроки? Я даже не хочу. Я скажу вашу фразу про то, что в городе нужно зубы игроки. Девушка, это вы мне тоже не договорились. Вы устроили тут. Вы получаете по нашему... А что вы устроили? Что вы устроили? Вы представляете какого-то? Вы представляете какого-то? Не начинаете. И что сейчас? Ваши перевозчики, которые участвуют в торгах, они что устроили? Вы что устроили? Ваши условия, которые вы создали, и выполнимые условия для малого бизнеса. И поддержка малого бизнеса. А что обеспечение 500 миллионов, это для малого бизнеса подъемная цена? А я что, все слышали? Давайте, пускай заедем, мы с этой средой не будем сейчас, мы будем сегодня. То есть нужно не встречаться. Мы сегодня. А что откладываешься? Ну что должно здесь случиться? А потом следующая среда, а потом еще. Пока придет среда, сколько детей на остановках будут мертвы. А ты мне что, ты, 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 женщины. Я с вами по общению разговариваю. Убить, скажите, как брать, убавить. Люди все злее и злее. Они не успокоятся, пока вы не решите, что такое все. Они не успокоятся, как и сейчас. В последнее время. Ну что, скажите, какие проблемы? У вас есть? Сегодня вам не решать не хотим. У меня тоже ребенок сегодня будет стоять, у меня поедет на... Я племянника вижу по видеосвязи. Я за своего ребенка, по-моему, следую. Я раздела на эти пасадки, и через 5 минут она с ребенком в детской поликлинике. А для вас не нужно сесть там на какую-то тройку, тройку на какую-то там, проехать 30 минут, чтобы добраться до детской поликлиники с ребенком. Трудкий. А чтоб понять свою личность. А чтоб понять. А что, по-моему, в Америке, в Америке, в Америке, в Америке, в Америку. В медрайонах. В медрайонах. Попробуйте, вы иди с ним надо здесь. Я за меня. Я за меня, я за меня. Инженерно-технический работник, кто подходит? Давайте решим, давайте. Никогда в таком месте еще не виноват. Можно я скажу? Скажите, пожалуйста, почему у меня 45-я работа? Почему вы не такое? Я доходил в эти заниматели, в области, как они. Почему я не могу работать, моя автобусная стоять? Договор у меня так же, как у них до 17 ноября. Все. Я тогда завтра тоже выйду до автобуса и буду работать по своему маршруту. Ставьте тогда все 345-е. Пускай 5-й авто обслуживает этот маршрут полностью. Не может, значит, запускайте нас, чтобы мы обратно работали на этом маршруте. Что это такое-то? Они как селедка в бочки едут. Люди не выйдя, не зайти, ничего нельзя. Пандемию вообще не соблюдают. Похрену все. Я завтра выезжаю и выставляю все свои автобусы. Страфуете? Нет, поставлю их в мозгу прямо в администрацию. Решайте этот вопрос сегодня. Не забывайте. Не забывайте. Вы же, что-то, что-то близко-45-е. А вы думаете, что не возможно уехать? У тебя были же мани с ребенком. А вот ребенка вас передавили дверью. А почему нового хазки всегда не встали? Боится. 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 А где посмотреть, что... Пусть расскажет, на что вы хотите обнимать. Можно обниматься вниманием, пожалуйста. Евгений Александрович, давайте резюмировать сегодняшнее мероприятие. Мы отсюда не уйдем, это раз. Мы требуем пересмотра маршрутной сети, это два. Мы требуем, чтобы были приняты кадровые решения, чтобы те люди, которые ответственны за этот беспредел в городе, были уволены. Такие три наших граждан. Мы буквально 15 минут назад говорили, что вы даете предложения, мы их изучаем, вместе смотрим, чтобы быть готовым к этой встрече. Вы сказали, что вы перемените. Я вам тогда тоже говорю, честно говорю, здесь и сейчас я никакого решения не приму. А почему? Потому что я неуполномочен, и я лично принимаю, как вы ушли. Я же не могу, как вы решили, как вы решили, как вы решили, как вы решили. Вы приглашаете, мы целый день будем сегодня здесь. Приглашайте. Будем ждать. Разговаривать мы подошли, что нам нужно. А что-то решать мы неуполномочен. Приглашайте на вахар. Вы хотите, чтобы я не разговариваю. На кто полномочен, на вахар? А почему здесь на вахар? Она зачем, что вахар? Он у нас транспортник и не транспортник. Если вы ничего не решаете, пусть вы не только уordum. Пусть вы решите в администрацию работника, которого транспорт по транспорту, Если у него нет транспорта образования, он не работает в администрации. Вы гласите, пожалуйста, на Ахатского! Глава сможет увидеть героя! Вы гласите, пожалуйста, на Ахатского! Сажиры, жители, да? Посмотрите, перед нами стоят целых три заместителя главы города. И нам, смотрите, говорят о том, что мы не можем решить ничего. Они ничего не решают. Сажиры, ничего не решают. Нужно решить ничего не может. Завеститель главы города ничего не может решить. Для чего мы, налогоплательщики, их портим? Я все непонятны. Сейчас мое личное мнение. Я еще не подавал такие обсуждения с жителями, да? Мое личное мнение. Таких нужно увольнять. Увольнять! А, видите, как... Налахатского пригласите, пожалуйста. Евгений Александрович, мы сегодня сидим в течение, ждем вашего решения. И в течение дня мы решаем этот вопрос. Здесь не нужно изобретать велосипед, у нас есть маршруты, у нас есть транспорт, у нас есть водители. Вы издеваетесь? А у меня работают? Если вы не можете решить, зовите тех, кто может. Чего мы стоим здесь? Приглашайте маршрукова. Ну вы же понимаете, что каждое, о чем вы сейчас говорили, надо решать с точки зрения законодательства. Подождите, вы тогда выбрали вот эту ситуацию. Отлично, что вы готовились и законодательство и так далее все знают. Вам готовые решения предлагаю. В чем проблема? Как вы не приходите... Я готовых решений, пока не увидел и не услышал. Приглашайте прокуратуру. Приглашайте Машукова, Новохадского. Мы садимся здесь, перед людьми и принимаем решения здесь. Приглашайте, мы подойдем, подождем. Вы чего ждете? Что к вам с вилами придут или чего вы ждете? Я почему-то умею. Я почему-то умею. Я почему-то умею. Если мы даже сегодня примем решение вернуть частных перевозчиков на старые маршруты, завтра будет стопроцентно. Стопроцентно. Все жители улыбнутся и поедут спокойно. Спасибо вам сразу. Не переживая за наших стариков, которые уже до такой степени привыкли к этим маршрутам. Они просто несмотря садятся и едут. И причем перевозчики, перевозчики идут на встречу. С них проезд не берут. Как вот сейчас питерские компании. Я просто видел 18-го числа, какой-то нерусский подходит в новом автобусе и до бабушки доколупался. Я ему просто достал, знаете, 25 рублей. Не знаю почему он по 25 собирал, но отдал за бабушку. Но вся ситуация была. Зато многие покупали себе жилье. Кто-то получал жилье. И направляли детей учиться именно в том направлении, куда идет автобус. Сейчас вот это неразбериха. Мы посадили ребенка. Ребенок непонятно куда поехал. А он маленький. А потом мы бежим куда? К сотрудникам полиции. И весь гарнизон на ушах. Бегает по подвалам и по подъездам ищет детей. Это что? Это нормально? Это ваш комфорт? Ваша безопасность? Нету этого комфорта. Нету вашей безопасности. Уже давно надо выбрать свои амбиции. Вернуть перевозчикам и решать именно вопрос о возрождении муниципального транспорта. При содействии, при содействии я вам скажу. При содействии именно перевозчикам. Потому что когда есть конкуренция, есть вероятность, что цена проезда никогда расти не будет. Вот это и есть конкуренция. А вы завели намеренно грабить, именно грабить муниципальный бюджет и без всякой конкуренции. Денис Александрович, хорош заниматься пропагандой. Давайте так, давайте так, еще раз говорю. Значит, не получится работать у нас в таком составе сто процентов, если мы говорим про конструктивную работу. Я еще раз говорю. Я готов работать на своем уровне с группой людей, которых мы определили. Если нужно потом обсудить с таким составом, давайте потом... Если у вас не получится, поставьте сюда другую людей. Мы будем тогда тоже последовать на своих решениях. Который может получиться. Вы пять лет назад одно говорили, сейчас другое. Я еще раз говорю. Я не буду работать в таком составе. Мы сегодня должны принять. Сегодня. Мы не уйдем. Пожалуйста, сидите. Мы не уйдем и вас не отнесем. Сочевайте. 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 Кому что объясните? Кому что объясните? Андрей Викторович, вы его разнесите. Оказывается, как Питер авто вообще выгоден. Выгодите таким бешеным деньгом. Вам не отрегает.